всем доброе утро добрый день у кого день у кого утро присоединяйтесь сейчас я закреплю сообщение комментарий так так я прикрепила всем добрый день меня зовут жукова оля сразу хочу извиниться за обстановочку за мной потому что я нахожусь не у себя дома не в петербурге а нахожусь на даче у родителей и к сожалению возможности выехать мне на квартиру не было поэтому проведем эфир на свежем воздухе скажем так надеюсь мобильный интернет меня не подведет поэтому кто уже сейчас присоединился пожалуйста прошу вас написать комментарий слышно меня видно меня не зависаю ли это очень важно и во время эфира пожалуйста если какие-то будут перебои со связью напишите мне тоже потому что говорю что я к сожалению не сегодня не в квартире с высокоскоростным интернетом дома а он на даче у родителей воронежа поэтому надеюсь что все будет хорошо так давайте минутку ждем у нас прохладно я даже прикрылась немного курточкой поэтому как как и дом у нас 16 градусов петербурге так и здесь что-то сего в этом году лето нет нигде кроме сибири вот давайте собираться потихонечку тема сегодняшнего эфира у нас это привлечение клиентов приключения прикрыт приключения говорю привлечение клиентов поисков и удержания поговорим про это давайте пару буквально секундочек подождем тех кто у нас присоединяется хочу сразу сказать что те кто будет смотреть эфир все где-то в серединке эфира я назову кодовое слово которое вам надо будет написать мне в директ и вы получите полезный файлик в котором содержится идеи игр с подписчиками там около 20 идей хороший полезный файлик так что не пропустите этот момент также эфир постараюсь сохранить если мне инстаграм никит извините меня тут дети просто отойдите пожалуйста либо в дом либо идите вон туда подальше потому что вы немножко мешаете создаете шум хорошо спасибо вот что я говорила я уже забыла в общем начнем пишите ваши вопросы в комментариях да будет будьте активными пожалуйста мне нужна будет ваша обратная связь и давайте сразу начнем напишите мне пожалуйста чем вы занимаетесь у вас какой-то бизнес или у вас блок просто личный блог и вы планируете только бизнес и пришли на этот марафон чтобы скажем так узнать все секреты и начать как-то правильно продвигаться так возможно комментарии кстати будут доходиться по зданию поэтому я жду чем вы занимаетесь скажите пожалуйста добрый добрый день всем кто присоединяется эфир у нас про привлечение клиентов про поиск клиентов привлечения подписчиков и продвижение жду вас жду ответ на вопрос чем вы занимаетесь это очень важно для того чтобы не построить эфир построить структуру эфира потому что я подготовила кое-какую информацию мне нужно понимать какой у вас уровень да какие у вас блоге так личный блог спасибо на наталито так сейчас себе запишу кодовое слово чтобы не забыть пока так хорошо ладно вас пока немного и возможно вы не очень хотите со мной общаться так личный личный так хорошо смотрите давайте начнем уже потихоньку да все эти дни эксперты вас готовили к приему подписчик привлечению клиентов вы уже научились как упаковывать аккаунты как писать тексты вы узнали о том что важна личность в аккаунте и я надеюсь что вы поработали в в том направлении чтобы ваш аккаунт подготовить к привлечению подписчиков поэтому мы об этом говорить не будем да мы будем говорить про именно как привлекать подписчиков какие есть методы как удерживать клей при подписчиков и соответственно как их потом превращать в клиентов соответственно смотрите я вижу что у вас личные блоги скорее всего значит вы ничего не продаете либо вы продаете планируете продавать у себя рекламу до впоследствии либо за счет личного аккаунта придавать на базе личного аккаунта создать какой-то либо инфопродукты либо что-то продавать я правильно понимаю поэтому мы будем говорить о том чтобы все-таки на аккаунты привлечь подписчиков привлечь клиентов для того чтобы с ними скажем так работать общаться и превращать их в клиентов что вы продаете в принципе большого значения нет потому что механизмы работы instagram и методы привлечения подписчиков они примерно плюс-минус одинаковые для личных аккаунтов которые хотят развивать свой личный бренд и для коммерческих аккаунтов которые уже там например продают какой-то товар или оказывают какую-то услугу да поэтому итак поговорим про хорошо я работаю можно мне не мешать дети смотрите значит существуют бесплатные методы я думаю что вы уже об этом слышали бесплатные методы бесплатные методы и условно бесплатные которые скажем так недорогие методы привлечения подписчиков и соответственно клиентов к бесплатным методам относятся это хэштеги это гео точки это комментарии у блогеров это взаимопиар и розыгрыш но розыгрыш это все-таки уже такой условно бесплатный метод значит смотрите как искать клиентов да по без по бесплатным методам когда вы ставите гео точку вы должны четко понимать что у вас уже есть портрет вашего клиента вашей целевой аудитории и вы уже примерно до когда вы составляете портрет вашего клиента вы если вы правильно его составляли вы должны понимать где он обитает скажем так куда он ходит в какие места чем он занимается чем интересуется поэтому когда вы начинаете искать клиентов себе аккаунт мы будем говорить наверное все таки да о привлечении подписчиков потом я расскажу про превращение клиентов то есть когда вы начинаете искать вашу целевую аудиторию где они находятся в принципе вы ищете у гео то есть каким образом да тут опять же несколько вариантов вы когда пишете посты вы ставите гео точку нету где вы находитесь да если ту где может быть ваша целевая аудитория да например если у вас локальный бизнес какой-то до локальные например салон красоты в каком-то городе да или вы мастер по ремонту машин до в каком-то городе то вам вся россия не нужна и вы ставите точки гео точки такие в свои посты такие где поблизости может быть ваша аудитория те места которые находятся рядом с вашим бизнесом да эти гео точки тоже не всегда просто найти вы можете скачать карты яндекс карты или дубль гиз на 2 гиз найти свой адрес там где вы находитесь и посмотреть какие есть места вокруг какие адреса есть вокруг вашей точки и скопировать оттуда например какой-то адрес или какое-то место скопировать это в инстаграм если есть такая гео . то она у вас высветится и вы ее уже скажем так переписывайте к себе и копируйте в посты да это вот такой скажем так сбор ваших гео локаций где может быть ваши клиенты советую это делать заранее до подготовить вообще советую всю работу с инстаграм вести хотя в каких-то таблицах до или в ежедневниках для того чтобы фиксировать вот эти моменты то есть вы копируете гео точки которые находите да либо которые находите в инстаграм либо которые находятся через опять же вот эту схему дубль гиз 2 гиз и копируете в инстаграм себе их выписываете там не не знаю штук 20 наверное больше может быть и и уже тогда проще из заметок или переписываясь из ежедневника вам ставить эти гео точки в посты и такой момент если у вас хорошие посты если правильно упакованный аккаунт люди которые заходят и чекинец скажем так в каких-то вот этих местах отмеченных они будут видеть ваши посты и есть вероятность что они вами заинтересуются но опять же надо понимать что инстаграм уже у нас не тот который был еще пять лет назад да и бесплатные методы они все работают ну очень слабо очень-очень да то же самое происходит и с тегами хэштеги кто бы что не говорил они до сих пор работают и люди по им по ним ищут я точно знаю главное их правильно ставить то есть опять же и все упирается в портрет вашей аудитории если вы его составили вы понимаете какие по каким хэштегом вас должны будут найти и не нужно ставить в свои посты хэштеги не относящиеся к вам да не относящиеся там просто вот лайк фоломи и так далее это вообще забудьте про это то что касается вас если у вас личный блок вы пишете там я не знаю про саморазвитие про мотивацию значит ставьте хэштеги связанные с этим и люди интересующиеся данной темы будут ставить будут точнее 3 3 искать по хэштегам какие-то интересные для себя темы интересные посты и будут находить вас да то есть это еще один такой момент поиска ваших клиентов еще бесплатный метод поиска это комментарии у блогеров комментарии у каких-то пабликов где хорошая активность да и когда вы во-первых с комментариями тоже есть два вида работы это когда вы делаете какой-то не спамный обязательно комментарий у какого-то блогера как у которого есть ваша целевая аудитория таких блогеров вы должны собрать и ну штук хотя бы 5-10 и ежедневно заходить к ним и не нужно оставлять комментарии не по теме поста не надо откровенно пиариться тогда вас забанят просто нужно высказывать свое мнение по конкретной теме и также общаться с другими комментаторами да я например вчера случайно зашла не помню какому-то блогеру и просто стала отвечать людям на комментарии которые писали потому что мне было интересно пообщаться и я стала общаться и ко мне пришло несколько подписчиков которые даже вот мы переписывали сегодня в директе вот поэтому этот метод работает не так хорошо опять же как платные методы но тем не менее если вы будете это делать регулярно до каждый день по чуть-чуть это принесет вам результаты да то есть этот метод не нужно забывать вообще работа над аккаунтом это работа и не нужно забывать об этом нужно если вы хотите на аккаунте зарабатывать если вы хотите привлекать активных людей к себе в профиль значит нужно относиться к нему как к работе потому что вы бы знали что крупных блогеров над ними работают целая команда да там по несколько десятков человек которые там и пишут тексты и фотографируют и продвигают таргетологи и так далее поэтому вы соответственно это бизнес да и ваш аккаунт это тоже хоть и небольшой но ваше дело ваш бизнес и нужно относиться к этому осознанно да если вы хотите его продвигать если хотите впоследствии зарабатывать да еще к бесплатным методам поиска клиентов привлечения клиентов относятся взаимопиар взаимопиар бывает нескольких видов это может быть взаимопиар в сториз когда вы находите аккаунт с похожей не с похоже а с не конкурентно с вами тематикой и соответственно но со схожей целевой аудитории то есть вы не являетесь прямыми конкурентами но у вас общая целевая аудитория вы и примерно одинаковое количество подписчиков и охватов и соответственно вы между собой договариваетесь и обмениваетесь рекомендациями в сториз рекомендациями в постах чаще всего сейчас на самом деле реклама или какие-то рекомендации в постах ну мало кто делает я вот так наблюдаю что все ушли в основном в сториз потому что это это здесь и сейчас это более нативно то есть и это больше знаете как от души то есть человек человека река рекомендует в видео формате например это больше вызывает доверие ну бывает такой взаимопиар без заморочек когда вы обмениваетесь просто макетами просто макетами да такой вариант тоже возможен его нужно использовать то есть поскольку это бесплатный метод его нужно использовать да и желательно там один-два раза в неделю если действительно вы рекомендуете хороший аккаунт это ваши подписчики не будут сильно там обижаться ругаться что вы вставляете там свои истории с какие-то рекомендации либо нужно объяснить своим подписчикам что ребята я развиваюсь я расту поэтому я буду использовать те методы продвижения которые дает нам инстаграм и соответственно никита сейчас извините пожалуйста я попросила вас по моему не шуметь можно как-то вы уйдете отсюда хорошо либо зайдите в дом либо идите поиграйте вон там на качельках извините пожалуйста говорю на даче с детьми поэтому тяжело немножко не дома не в рабочей обстановке сосредоточиться и привести вам аккаунт ой аккаунт эфир но хочется выдать вам по максимуму информации которая у меня есть поэтому не будем обращать внимание на внешние факторы и я продолжаю разговаривая о взаимопиаре сторис в постах также условно бесплатным можно считать проведение розыгрышей и взаимопиар может проявляться и в формате розыгрышей то есть здравствуйте вы договариваетесь о том что опять же вот с аккаунтом не являющимся вашим конкурентом вы договариваетесь о совместном проведении розыгрыша вы объединяетесь либо скидываетесь деньгами либо дарите какой-то подарок либо дарите какие-то свои продукты до которые вы производите или оказываете услуги и подписчики подписчики подписаться на вас обоих и таким образом вы привлекаете в свой аккаунт новых подписчиков и обмениваетесь аудиториями такой вариант тоже неплох и существует также условно бесплатный метод это просто розыгрыш в вашем аккаунте но смотрите тут есть один нюанс если у вас еще достаточно молодой аккаунт небольшой и розыгрыш у вас не зайдет то есть у вас будут участвовать скорее всего если вы этот розыгрыш не будете продвигать там таргетом еще как-то у вас есть там не знаю на аккаунте 100 человек то для них смысла розыгрыш делать нет да то есть либо можно делать но какие-то небольшие да либо наоборот ну я не рекомендую наверное все таки делать на маленьких совсем аккаунтах розыгрыш потому что ну сыграет у вас в этот розыгрыш ну десять человек до ну пятнадцать но отметить они там по три подруги ну механика разная да например но все равно это не привлечет к вам то количество подписчиков которая купит поприз да то есть нужно понимать что у подписчиков есть своя стоимость да то есть мы покупаем скажем так людей и в свои аккаунты и если вы будете проводить в своем маленьком аккаунте розыгрыш то может быть ну как бы к вам придет не очень много людей но с другой стороны с чего-то нужно начинать никит дети пожалуйста уйдите в дом или идите там погулять и вот соответственно сначала лучше используйте другие методы продвижения немножко подрастите и потом уже наращивайте обороты с розыгрышами но делайте их раз в месяц и проводите различные аукционы но это уже для вовлечения ваших подписчиков которые у вас уже сидят в принципе из бесплатных методов наверное все условно бесплатным считаются автоматические подписки но сейчас к сожалению инстаграм это дело очень режет очень блокирует поэтому я это не рекомендую если вы используете метод привлечения подписчиков как маска ловинг то используйте ручные ручные подписки то есть вы находите людей по хэштегам по гео . опять же у блогеров и конкурентов и подписывайтесь на них ставите им лайки отвечаете на stories и все это в ручном режиме комментируйте для того чтобы как-то привлечь к себе внимание но этот этот метод он ну скажем так уже устарел мало приходит много действий приходится совершать но приход не такой большой как хотелось бы но он есть да и опять же если у вас нет ресурсов сейчас какого-то бюджета еще что-то нужно делать каждый день регулярно вот то что я сказала да это гео . хэштеги комментарии взаимопиар розыгрыши и подписки лайки ответы на stories комментарии у аудитории да такой момент теперь переходим к платным методам если вы готовы выделить там по чуть-чуть какого-то бюджета то для вас открываются такие возможности как продвижение постов это из самого инстаграм продвижение stories тоже из самого инстаграм это таргетированная реклама через фейсбук это реклама у блогеров и реклама в пабликах а также я себе не написала но как раз вот марафоны то есть это вот уже методы методы поиск клиентов которые уже на который необходим бюджет но опять же можно начинать с малого то есть если вы к аккаунту к своему относитесь как к делу которую вы любите которым вы хотите заниматься то ну найдите в месяц там не знаю тысячу две рублей и попробуйте да попробуйте настроить продвижение публикации из самого инстаграма этот инструмент сейчас неплохо работает неплохо настроен поэтому и зная опять же вашу аудиторию вы можете настроить и через сам инстаграм не обязательно идти в фейсбук и заморачиваться уже с этими тонкими настройками это вы можете самостоятельно делать но лучше это все таки делегировать таргетологам которые будут уже вплотную вашим аккаунтом заниматься да продвижение постов ну поставьте вы на 50 рублей в день да попробуйте посмотрите на реакцию поработайте с теми кто вашу рекламную публикацию лайкну кто прокомментировал вы сразу им пишите в директ как с какой-то акции с каким-то предложением поработайте с небольшими блогерами можно найти блогеров если у вас опять же хороший продукт хороший аккаунт ну пока вы небольшие на 200-300 рублей можно брать у кого-то рекламу в сторис почему нет опять же пробуйте как искать блогеров где искать я писала у себя в постах последних у меня последние дети последние несколько постов я писала как раз про блогеров про работу с ними где искать прямо с указанием тех мест скажем так где их искать поэтому зайдите ко мне в аккаунт жукова Оля и почитайте последние посты также можно давать рекламу в пабликах она не очень не всегда хорошо работает и считается что вообще с нее приходят там одни школьники но бывают хорошие паблики да и не очень дорогие опять же за там бюджет 200-600 рублей иногда иногда приходит неплохое количество подписчиков поэтому их тоже нужно использовать поэтому не обязательно ваше продвижение поиск ваших клиентов это какой-то нужен бюджет и вы такие знаете вот упаковали аккаунт сидите так думаете блин а денег то у меня нет на продвижение и и чем не делать и вот я вам рассказываю что главное начните начните каждый день заниматься вашим аккаунтом по чуть-чуть бесплатными методами и и ну как бы у всех наверное работа работа в инстаграм вам найдется там 200-500 рублей которые ну не попьете кофе там где-то а вложите попробуйте рекламу попробуйте своим рекламные макеты рекламный посыл рекламный пост поймите протестируйте как у вас реагирует на ваш аккаунт аудитория и потом уже увеличиваете бюджет соответственно вы когда выделить я не рекомендую дети в чем дело я не рекомендую выделять большую сумму денег сразу потому что если вы не давали до этого рекламы то уйди пожалуйста я работаю я просила вас дать мне поработать ой извините дети они такие дети то есть если вы сразу большую сумму вбухаете в рекламу но не протестируете то можно и потерять деньги поэтому начните с маленьких и затем уже масштабируйте вашу рекламную кампанию это вот что я хотела сказать по продвижению да про скажем так про привлечение на ваш аккаунт трафика из подписчиков но есть еще такой момент то что нужно работать со своей аудиторией да то есть когда к вам приходят подписчики вы обязательно должны и никита вы должны не дадут нам спокойно пообщаться но к сожалению вот такие у меня сейчас условия не рабочие я на отдыхе поэтому дети со мной и с ними некому сейчас посидеть поэтому пытаюсь донести вам информацию так с подписчиками тоже нужно работать да то есть когда вы дали рекламу к вам пришли новые люди вы должны дать им понять что у вас полезно интересно что вы их уважаете что вы с ними общаетесь поэтому вы должны готовить хорошие посты вы должны выходить к ним в stories и в stories выходить каждый день по несколько stories снимать ставить стикеры опросы различные да то есть по максимуму вовлекать подписчиков свой аккаунт вы должны выходить в эфиры можно выходить там 2-3 раза в неделю по 10 минут просто пообщаться можно делать какие-то тематические эфиры и общаться на какую-то тему до минут 20-30-40 пожалуйста если вам есть что сказать используйте эти инструменты эти инструменты периодически снимайте какие-то видео в инстаграм тв потому что инстаграм тв такой тоже инструмент который инстаграм самостоятельно пиарит да он у них не очень зашел они хотели сделать конкуренцию ютубу и у них не очень получилось потому что где ютуб а где инстаграм тв но тем не менее инстаграм этот инструмент самостоятельно продвигает поэтому используйте тоже и еще очень важный момент который я хотела сказать когда вы уже довели клиента до подписчика до того чтобы он стал вашим клиентом то есть вы грели грели своими постами посты писали там по воронке продаж например вы делали какие-то акции розыгрыши то есть люди люди к вам вовлеклись люди вам написали в директ какой-то запрос фиксируйте этих людей к себе в табличку заведите так называемая это лид таблицы то есть большие крупные аккаунты большие крупные компании используют CRM системы да но мы с вами не очень большие поэтому мы будем использовать обычную гугл таблицу экселевскую таблицу кому что угодно удобно но составляйте пожалуйста базу своих лояльных людей людей которые вам пишут в директ которые интересуются ценой ваших услуг да или вашего товара просто которые пишут вам в директ высказывают отвечают вам на сторис отвечают там интересуются какими-то вашими продуктами всех их заносите к себе в табличку да фиксируйте аккаунт если есть какая-то ну что-то вы давали и забрали в ответ почту или телефон тоже пишите в эту табличку это так называемый лид таблица вам поможет работать с этими вашими клиентами дальше то есть вы потом на этих людей на похожих на этих людей вы можете настраивать таргетированную рекламу но это уже тема для таргетологов ну таргетологов я не буду углубляться да вы можете делать по этим клиентам по этим аккаунтам по этим людям да которые например не купили но писали вам в директ значит они к вам были уже лояльны они вас прочитали увидели вы можете делать рассылку конечно не надо спамить там их ежедневно да но вы можете раз там в две недели раз в три недели им писать напоминание да что ребята у меня проходит такая акция вы интересовались вот этим товаром он сейчас по скидке хотите купим или например вообще персональное предложение типа вот я знаю что вы интересовались данным продуктом у меня для вас персональное предложение скидка там не знаю там 30 процентов на вот это вот это и все и вы пошли дальше с человеком общаться и не забывайте да что нужно с людьми как можно больше переговариваться общаться быть вовлеченным в свой аккаунт вы должны вовлекать скажем так вовлекать себя в свой аккаунт и людей люди тогда видя ваше увлечение вашу скажем так ваш интерес к вашему же бизнесу к вашему делу они будут видеть и им захочется к вам присоединиться и таким образом вы привлечете к себе клиентов да то есть у нас люди проходят несколько стадий они редко когда покупают сразу их нужно им нужно скажем так донести во первых многим нужно вообще донести что вам это нужно многим нужно скажем так показать что вам можно доверять а доверие у нас возникает через stories посты и прямые эфиры и вы должны быть оперативны вы должны если вам написали запрос да вы должны ну люди привыкли к тому что быстро отвечают да то есть иначе конкуренты ответят быстрее да соответственно старайтесь быстро реагировать на различные просьбы ваших подписчиков ваших клиентов и работать с ними постоянно фух быстро быстро говорила но вроде сказала все что хотела забыла вам сказать кодовое слово кодовое слово игра напишите мне в директ в аккаунт Жукова Оля который вот здесь отмечен внизу не в аккаунт марафона напишите слово мне игра и я вам вышлю идеи для вовлечения для игр с подписчиком потому что все мы приходим в инстаграм не только что-то купить в основном покупка это такая знаете спонтанность что ли это это в основном в основном приходит в соцсети развлекаться поэтому вы даже в своих серьезных блогах в магазинах должны внедрять элементы игры это очень важно поэтому я подарю вам этот файлик абсолютно бесплатно тем кто напишет в мой аккаунт это слово игра теперь готова ответить на ваши вопросы может быть что-то осталось чего я не сказала или просто хотите мне что-то сказать я буду рада подожду буквально минутку может быть у вас есть желание высказаться на какую-то тему озвученную мной и может быть просто хотеть было ли полезно или вы это все знали а я перед вами тут скажем так рассказывал то что вы уже знаете напишите мне очень важно важна ваша обратная связь потому что я часто провожу эфиры часто участвую в разных марафонах и мне всегда интересно вообще понятно ли я говорю объясняю да вот пока вы пишете я надеюсь что вы пишете сейчас я дочке отвечу что ну ничего страшного дедушки возьмем клей и приклеим дай посмотрим так так вопрос так где искать магазины чтобы прислали продукцию на рекламу обзор смотрите так потом сейчас не приклеится смотрите такой момент такой момент значит во первых чтобы никита уйди пожалуйста уйди пожалуйста никита если вы блогер да у вас личный блок и вы уже причем на рекламу можно получать продукцию товары никита это не смешно даже если у вас всего там тысячи подписчиков но хорошая активность хорошие охваты и таких такие аккаунты любят да поэтому вам нужно во первых в своем аккаунте дать понять магазинам людям о том что вы можете у себя размещать рекламу да то есть не надо стесняться как говорится сказать людям о том что я у себя могу разместить вашу рекламу но беру не всех а там определенные аккаунты да это первый момент второй момент чат и телеграм если вы есть в телеграм ищите чаты где бартер так называется чат прямо он так и называется бартер бартер и пиар да чаты блогеров да блогерские чаты где чаты по смм по блогерству в телеграм очень много чат где размещают отзывы на рекламу и в принципе единственное что очень остороженно все магазины относятся к тому что вы как пишете самостоятельно директ да вы предлагаете себя в качестве площадки рекламны очень подозрительно это всегда поэтому самим к сожалению потому что очень много мошенников да сейчас в инстаграм и к сожалению таких людей не воспринимать серьез кто пишет самостоятельно поэтому я просто рекомендую вам во-первых сказать у себя в аккаунте о том что вы можете разместить рекламу во вторых в чатах телеграм поищите чаты либо напишите мне в директ я вам выше не проблема чаты бартера чаты рекламы реклама чат рекламы у блогера так называют реклама у блогеров чат отзовик но там нельзя размещать свои объявления да но вы можете общаясь там опять же дать понять что у вас можно дать рекламу в основном в основном насколько я знаю это вот чаты активности и чаты специализированные да где в telegram да можно разместить свое объявление бартер свободная касса реклама у блогеров внутри чата как минимум я точно знаю поэтому пробуйте там тогда в принципе дав там и объявление есть шанс если у вас хорошая статистика если вы предоставляете статистику охватов да то вам могут прийти потенциальные скажем так рекламодатели потому что все всегда находятся в поиске рекламной площадке поэтому не надо стесняться и говорить о том что вы даете у себя рекламу почему нет это ваш способ заработка все хотят мы в аккаунт приходят как либо люди которые просто развлекаются например там я не знаю моем мой муж да который там просто каких-то блогеров да смотрит все ему еще не надо закрыт аккаунта и те люди которые как я которые там работают какое-то новое движение так где можно искать клиентов иллюстратору портреты кроме как в подписчиках конкурентов иллюстраторы портреты смотрите то же самое да бартер у блогеров вы можете предложить никита я я накажу серьезно я просила вас не мешать мне и дать мне пол часика поработать вам подойдет бартер у блогеров да то есть вы можете предложить какому-то известному блогеру нарисовать портрет это очень красиво это очень модно стильно да уйди пожалуйста это уже некрасивое поведение невоспитанное бартер у блогеров да то есть вы можете опять же в тех же чатах предложить либо написать блогеру что вы хотели бы разместить у него рекламу вашего аккаунта за то что вы нарисуете портрет и знаете такой момент когда вы хотите работать с блогерами не нужно надеяться на то что вам первый же блогер ответит да то есть я работаю с блогерами у меня веду работу с аккаунтом который у которых там больше 160 тысяч подписчиков мы довели ее начинали 60 и я работаю с ней по блогерам по рекламе у блогеров я закупаю для нее блогеров и отвечают я не знаю десяткам просто в день пишу блогеров отвечать вас не возьму я у меня там дата через два месяца либо вообще не отвечают то есть тут нужно собрать базу блогеров кто то у которых может быть ваша аудитория да и поскольку иллюстрации это не очень дешевый продукт да то нужно искать таких которых там доход выше среднего скорее всего если я правильно думаю да и те кто например на на занимается пишет про интерьеры там да есть такие блогеры у кого там ремонт скоро которые хотят там портрет своего ребенка да например повесить в детской и вы пишете блогерам предлагаете им бартер да или опять же за деньги то есть для вас мне кажется это оптимальный выбор да где искать клиентов то есть это блогеры нужно подумать просто кто какие блогеры о чем пишут да то есть есть и узко специализированные блогеры которые пишут про дизайн про там хозяйство есть очень много блогеров которые занимаются знаете чем наведением порядка в доме возможно у них тоже ваша аудитория есть да есть аккаунты которые там я знаю что вот как же ее зовут кудри в облаках например она постоянно занимается обустройством дома да уютом созданием уюта и вы можете найти похожих блогеров да как она и написать им со своим предложением ну и в принципе можете попробовать таргетированную рекламу если у вас красивые можно попробовать какие-то дизайн студии фото студии поработать с ними по опять же такую сделать коллаборацию да то есть взаимопиара да и совместного конкурса поэтому тут варианты в принципе те же самые так как определиться основной темы которую монетизирует есть интересы несколько направлений тут важный момент что конечно нельзя постоянно писать об одном и том же вы быстро выгорите но и нельзя писать и продвигать тему которая вам вам не интересна не то что вашей аудитории а вам не интересно да в чем вы не разбираетесь то есть вы должны найти для себя ту тему которая для вас интересно по которой вы можете много дать много рассказать который будет вас зажигать развиваться и узнавать еще больше про эту тему да и делиться с людьми и не обязательно это должна быть вот одна тема и вы про нее постоянно каждый день пишите нет возможно но у вас не должно быть такого до в аккаунте что вы пишете там я не знаю про финансы и тут же пишите про кулинарию и тут же пишите аня и тут же пишите про вязание да то есть это конечно будет ночь но если вы пишете про финансы вы можете параллельно какую-то тему там я не знаю что с финансами у нас связано там я не знаю покупок какие-то обзоры делать что-то такое связанное да можно раскрывать то есть ответить на вопрос как определиться с основной темой я есть такая знаете вообще психологическая штука икигай называется да это уж если в глубь уходить по ищите в интернете это такой способ скажем так сама самоанализа когда вы мы спасибо за сердечки самоанализа когда вы описываете свои там например ваши интересы что вы умеете что вас там думают и так далее да то есть несколько там нужно определенные кружочки там нарисовать в них внести определенные данные и на пересечении вот у вас раскроется эта тема почитать это тоже интересный способ скажем так вынуть из себя какую-то вот тему да но исходите из того что вам интересно то есть может быть да вот сейчас вы сейчас в декрете например да я например но до декрета вы работали вас было интересно какая-то работа там и не знаю вы встречались с кем-нибудь министрами и не знаю у вас был опыт публичных выступлений и вы сидя в декрете таки блин блин я уже в декрете там пять лет сижу двое детей там троллевали о чем писать кроме мамских будней и вы должны вспомнить о том что кем вы были до декрета например да и блин я же у меня же есть такой опыт да я вот работала там то там то и мне есть что рассказать например у вас там опыт в продажах да и вы достаете себя вот эту тему начинаете раскрывать и и потихоньку смотрите на реакцию аудитории и понимаете что им интересно да то есть всегда смотрите что исходите из того что вам интересно и какую проблему какие вопросы закрывают ваши темы да и развивайтесь мне да то есть вы пробуйте можно можно как делать да если вот у вас три например основных темы и вы вообще не неделю одну тему попробовали другую другую тему и посмотрите на реакцию аудитории да на какую больше больше реагирует ставьте опросы в stories в постах друзья подписчики о чем вам интересно вот я могу вам рассказать про вот это про вот это про вот это или про вот это про вот это про вот это что вам будет интересно если у вас уже есть какой-то пул лояльной аудитории активной то они вам ответят тоже не стесняйтесь задавать вопросы используйте в stories вот эти стикеры задать вопрос опросы викторины да и всегда общайтесь со своей аудиторией и смотрите на реакции что они вам вам дадут и соответственно уже используйте но главное это вот от сердца да то есть не не нужно играть если вы не какая-то пафосная там штучка на шпиль когда то не надо ее играть в инстаграм да вот я например достаточно простой человек сидящий сейчас вообще на даче я не буду из себя строить там какую-то звезду инстаграма и вот я перед вами такая какая есть поэтому поэтому главное от сердца да вот то что у вас больше лежит чему душа то и пробуйте и люди к вам потянутся именно те кому интерес не надо насильно мил не будешь да то есть вы не сможете заставить людей полюбить вас если им эта тема совсем не близко да и писать на эту тему которая сейчас популярна да там но она вам не нравится не знаю про феминизм там или про что-то еще ну блин зачем рано или поздно вы выгорите да этот момент наступит и нужно понимать что готовы быть и вы продолжите или нет так сколько время у нас кстати пять минут угол мы с вами почти целый час проболтали поэтому спасибо всем кто пришел на эфир я надеюсь он был для вас полезным не забудьте написать мне кодовое слово директ которое называла ранее если у вас есть какие-то пожелания предложения не знаю там просто сказать мне спасибо или задать какой-то вопрос я всегда рада с вами пообщаться всегда рада поговорить ответить на ваши вопросы пишите и оставайтесь со мной все завершаю эфир спасибо вам большое и хорошего вам дня да а а а Продолжение следует...